Доступна ли та самая доступная среда? Совсем не риторический вопрос обсудили в общественной палате края ее представители, чиновники, эксперты. Многие из них уверены, что люди с ограниченным здоровьем нашу доступную среду не потянут. На Алтае живет почти 160 тысяч инвалидов, но скольких усилий стоит выйти из дома или прийти в нужное место? Как изменить ситуацию? Одно из предложений – подать грант на специальную разработку. Такого нет и в России нет, и у нас крайне. И приложения по разработке смартфона, например, те места посещения, любые аптеки, магазины, школы, спортивные сооружения, куда могут с ограниченными возможностями люди попасть без проблем. О проблемах знает не понаслышке Ирина Яковенко, девушка в инвалидной коляске. По ее словам, сейчас Барнаул более привлекателен для людей с ограниченным здоровьем, но часто доступную среду делают без учета ее эксплуатации. И, к примеру, вместо пантусов устанавливают аппарели, две железные рельсы или швеллера. По мнению Ирины, этому пора положить конец. На законодательном уровне отменить, вообще запретить употребление, установку аппарелей, либо швеллеров, как замещение пандуса. Чтобы это было понятно, по швеллерам и по аппарелям невозможно подняться никому, ни человеку на инвалидной коляске, потому что не попадешь в размер колесиков. Впрочем, такие условия нужны не только инвалидам, согласились участники, но еще и мамам с колясками или пожилым. Поэтому вместо словосочетания «доступная среда» Ирина предлагает говорить «универсальный дизайн». Еще одна ее идея – сделать число парковок для инвалидов близким к реальности и к выходу с парковки тоже. Кстати, по данным властей, большинство социальных учреждений, поликлиники, больницы, школы, отделения соцзащиты оборудованы для инвалидов. Из 246 заведений в крае адаптированы 195. «Начиная от санитарных комнат, пандусов, обучения специалистов, введения в штат специалистов, владеющих русским жестовым языком, таблички с штрихбрайлем – это не один какой-то пункт или мероприятие, а это целый комплекс, что если это учреждение приоритетное, то оно должно соответствовать всем этим требованиям». По итогу заседания участники также предложили включить в Городостроительный совет Барнаула людей с ограничениями здоровья, а также организовать автобус до реабилитационного центра «Журавлики». Все свои идеи палата направит в правительство края и Зак Собрания региона. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. Утро прилетело в аэропорт.